Похоже на страшный звук. Да. Увлеклись. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ой, а в чем это в таком прикольном? Ой, блин, да это какой-то костюм, я случайно в нем пришел. А ты в чем, Сергей? А я не случайно, это из игры в кальмара. Ой, и у меня тоже из игры в кальмара. Нифига себе, мы что, участники этого заебавшего всех сериала? Получается так. Мы что, решили оседлать уходящий тренд? Да, сразу после этого подкаста, в исполнении нас. Ice Bucket Challenge. Слушай. Супер актуально. Бро, в Клабхаусе. Вообще. Надо зарегаться. А еще мы пойдем к моей тачке, я открою дверь, включу Дрейк, и ты будешь танцевать, пока машина едет. А, я понял тебя. Короче. С наступающим тебя праздником под названием, чуть не запутался, смотри, я смог. Пятница 13-я. Пятница 13-я. Она вот будет. А, подожди, какой пятница? Что я несу? Что ты сказал? Блядь. Так похоже все. Хэллоуин это не пятница 13-я. Хэллоуин это не пятница 13-я. Черт возьми. Это фиксированный праздник. Но есть фильм пятница 13-я, который про Хэллоуин. Вау, как все связано. Короче, с Хэллоуином у тебя наступающим. Сегодня среда, Хэллоуин будет в пятницу. Я поэтому подумал, что в пятницу 13-я. Он с 31-го на 1-ое, правильно? Еп. Еп. Да, Ира, в пятницу же он. Я опять напутался. 30-е, это суббота. Получается, суббота на скресенье. А, с 30-го, точка какого 31-го. Сучка. Нет. Или Хэллоуин с 31-го на 1-ое. С 34-го. Я абсолютно трезвый. У меня есть гугл. Гугл, когда Хэллоуин? Я совершил уже максимальное количество ошибок. Ну, ничего страшного. 31 октября. 31 октября. Воскресенье. А выйдем мы в среду. Явно не 31-го, мы заранее. Заранее, заранее. И мы, значит, с тобой, я тебе предлагаю вот что будем делать. Давай обсудим фильмы ужасов. Давай. Вот. Ты смотришь фильмы ужасов? Слушай, я обожаю фильмы ужасов. Да. Но я их очень редко смотрю. А если смотрю, я смотрю их вот так вот. Серьезно? Вообще, я суперпугливый человек. Самый пугливый на планете. Ёлки-палки. Вообще. Ну, тогда мы начнем с сериала «Сквидгейм». Однажды я кому-то сказал, ты смотрел «Сквидгейм»? Он такой, сквирт? Ну, почти. Сквирт смотрел. Да. Сквирт. Ну, кстати, там кровь-то брызжет. Сквирт. Крови. Вот. Короче. Ты смотрел «Сквидгейм»? «Сквиргейм». Я сейчас подумал, что был бы кайф, и сказал, нет. Расскажи, по-чему. Позвал гостя человека. Смотрел, да. Я посмотрел игру в «Кальмар». Это штука, которая стала мировой сенсацией. Это самый-самый-самый просматриваемый сериал Netflix за все время. Он принес какое-то огромное количество новых подписчиков. Это мировая сенсация. Да. И если что-то становится мировой сенсацией, сначала это все любят, потом начинают ненавидеть. Потому что это везде. Везде, да. И мы с тобой сейчас по нашей вине в костюмах, которые будут самым популярным хэллоуинским нарядом в этом году. Да. И костюмы, собственно, этих ребят тоже. Да. Страшных. Страшных, да. Охранники. Охранники, да. Кто там еще есть? Рабочие. И управляющие. Менеджеры. Да. Вот. Прости, что я не дал тебе костюм этого самого главного в маске. А, вип-госте? Нет. А, ну самого главного. Или вип-госте. Вип-госте вообще было бы классно. Вообще огонь. Вот. И, соответственно, все хотят высказаться по поводу этого сериала. Мы не будем исключением. И помимо того, что вот мне это очень нравится, есть люди, которым он не нравится, и они это вслух говорят, я думаю, а, это имеет смысл. Короче, сейчас начнем. Но прежде я предлагаю, может, чтобы социопаты смотреть в глаза другому человеку как бы долго тяжело. У нас здесь, если вы не видите нас на Ютьюбе, вы жалеете сейчас, у нас здесь вот есть эти штучки. Ира, выручай. Называются они скорее... Дальгона. 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 И мы будем с тобой иголочкой пытаться выговорить ее, пока будем беседовать, чтобы нам было чем заняться. Так, а нам нужно выбрать, кто что будет делать. Давай с самого легкого к самому сложному. С треугольника, да? С треугольничка. Начнем, да? Хотя, на самом деле, а, ну да, треугольник самая легкая, по идее. Да. Потому что меньше всего граней, да? Я столько разборов посмотрел, где люди умничают, как пройти игру в кальмара. Наверняка. Как мне облажаться? В Ютьюб заходишь, там, на первых местах, все. В Манкрафт игра в кальмара. Игра в кальмара везде. Да. И у всех этих роликов большие просмотры. Да, да, да. Так, а как-то надо, да? Сейчас, секунду. Меня бы уже убили. Да, у нас четыре печенья в стопке. Тебе нужно достать. Осторожно, будь осторожен. Все-таки твоя жизнь на кону. Ты что ты делаешь? Она сейчас упадет. Ну не упадет. Блин. Погоди. Сейчас, подожди. Первое, это достать из коробочки. Достать из коробочки. Да. Так не сработает. Все, спокойно, спокойно. Ну вот я что-то, я тебе вру. А что, если взять вот так вот и чуть-чуть постучать по крышечке? Ага. Как бы, ну, переверни. Нет, ты должен наклонить. Угу. Как будто, если кто-то именно с этого момента решит посмотреть, как будто бы, знаешь, ты вот так постучи, постучи, да. И бутылочку поднимай. Медленно поднимай. Я сегодня вытаскиваю, все было хорошо. А знаешь, я думаю, что от теплоты слиплоса и распозлоса. А попробуй прям по верху постучать. Переверни, как было. Вот сучка, а. Крепко она засела. Был у тебя такой подкаст? Полтора часа. Человек по коробочке стучит. Да, ты знаешь, сериал «Игра в кальмара» достаточно увлекательный, и я смотрел его с большим интересом. Чувак. О, почти, почти. О, есть, да. Супер. Ты нам посложнее даже, чем этим ребятам, понимаешь? Из сериала. Оу, еее! Зонтик здесь. Здесь все. Давай, откладывай его в сторону. Ёп. Нормально, нормально. Зонтик здесь. Ира, из чего сделаны эти угощения? Да, кстати, это вкусно вообще. Это, ну, это же печенье. Это печенье, да. Вы можете просто потом начинать лизать, если ничего не получится, и попробовать. Начинать лизать, если ничего не получится. Нет, вообще, ну, это же можно есть. Вот скажи мне, это ты доставал. Да, это просто сахар. 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 Просто сахар. Вода и сода. Ну, сода там пол чайной ложки. Сахар, вода и сода. Так, мы кладем в тоненькую. Да, в тоненькую, в крышечку. Потому что если мы будем вот во всей стопке делать, нажмем, и там все плохо будет. Во-первых, скажи мне, пожалуйста. Так, ну, во-первых, нужно же помнить технику, да, главную? А там сколько было? 15 минут? Сколько было? 15 минут? Нет, там было, по-моему... А, нет, там полчаса, по-моему, они делали. Полчаса? Нет? Да, раз засеките нам полчаса. Посмотрела два дня назад, уже ничего не помню. Засеките нам полчаса. Кто правда победит? Блин, а правда сладко? Время пошло. Сладко, да? Угу. Ты, ты как... О, прикинь, я уже тут понял, какого-то подъявил. Ты проиграл? Щет. Ну, у меня пока нормально. Черт. Отстой какой. Я думал, что они там возятся? Это же легко, блядь. Я уже вот тут в затылок мне выстрелил. Скажи мне, пожалуйста, ты в этот поезд запрыгнул с самого начала? Ты один из первых посмотрел? Слушай, наверное, нет. Когда все вокруг такие... Ты смотрел игру в кальмара? Ты на какой серии? Не-не-не, я... А, ну, хотя, наверное, да. Да, наверное, один из первых. Ну, я смотрел, мне его посоветовали тоже. Я не помню, если честно, кто. Вот. Но я посмотрел в начале, да. Еще когда не была вся лента, знаешь, твоя любая, любой социальной сети заполнена только этим. Потому что потом, там, типа, я тоже говорил друзьям, смотрите, смотрите, смотрите. И понимал, что вот там можно спойлернуться вообще. Просто зайдя, не знаю, куда угодно. То есть везде была эта игра в кальмара. А я посмотрел, да, когда еще особо везде этого не было. Чувак, мне кажется, у меня вот-вот расколется все к чертям. Это сложно. У меня вообще ничего не расколется. У меня вообще ничего не идет. Если вы не смотрели игру в кальмара и не хотите принципиально, потому что если все смотрят, и вы посмотрите, вы сразу станете некрутым. У меня, я не... Есть вот такие люди, да? Да, да. Да, это, во-первых, нормально, я это понимаю. А во-вторых, как вам живется? Когда везде отсылки к этому селу. И ты ничего не понимаешь вообще. Ты ни хера не сечешь. Я, скажу тебе честно, я за поем посмотрел. Что-то так меня вперло. Да, да, да. Мне то же самое было. Я тоже посмотрел первую серию, потом, о, блин, как классно вторую, о, блин, третью, о, блин, четвертую, потом, о, блин, на работу. Съездил на работу. Все, вернулся и досмотрел все остальное. Ты смотришь на ускоренной? Вот из этих людей. А на Нетфликсе есть ускоренная? Есть. Есть. Сейчас везде это есть. А если есть кнопочка ускорить, ты сможешь ускорить? Я вообще не могу ускоренная смотреть. Знаешь почему? Почему? Потому что делаешь контент. Абсолютно верно. Потому что я ценю контент, который делают люди. Потому что они хотят, чтобы их контент смотрели так, как они задумали. Еппп. А есть люди, которые насрать. Давайте, есть максимальная скорость. Мы можем двухчасовой фильм посмотреть за две минуты. Вам нужно треугольник, иголкой отсюда выбрать. Да, конечно. Ой, блин, не получилось. Вторая серия. Как так можно смотреть вообще? Я не понимаю. Вот. И твое впечатление? Во-первых, да, вот так. У нас сейчас будут одни спойлеры. Да, спойлеров будут. Одни спойлеры пиздец вообще. Скажи мне, пожалуйста, ты что-нибудь пробил заранее в этом сериале? Продеда, если честно, пробил. Как? У меня есть друг, который сказал, ну, он сказал, что он пробился второй серии. Стас, это ты, я к тебе обращаюсь. Вот, я, конечно, так не пробил, вот, но в конце я уже, ну, чуть-чуть догадывался, что стопудово кто-то главный должен быть из, ну, знаешь, как я пробил, ну, из серии, что кто-то главный должен быть из тех, кого мы уже знаем. Ну, то есть кто-то должен раскрыться, что он главный всего этого. Да, но... Ну, типа, странно было бы, что если, а кто главный, а вот, и просто какой-то тип. Меня запутало то, что там был хоуст, да, ведущий. Да. В этой маске низкополигональной. Я думал, что он как бы, нам его и раскрыли, вот он уходит, говорит. Или меня... И он же, типа, и главный. Прикинь, я тот мудак, я не знаю, это процента два зрителей сериала «Игра в кальмара», которую, когда показали в конце деда, сделал так. Это был он? Блин. Я хочу с тобой смотреть каждый фильм. Я настолько... Я хочу тебя увидеть, когда ты смотришь «Шестое чувство». Я настолько тупой вообще, ты не представляешь себе. Я такой, вот это да! Но на самом деле... Невозможно было догадаться. Блин, но я на самом деле примерно такой же зритель. Я вообще, я абсолютно отключаюсь, потому что вот в плане, знаешь, там, пробития каких-то сюжетных поворотов. Вот это вообще не про меня. То есть я бывает, конечно, пробиваю. Но я как-то вот, когда что-то смотрю, я стараюсь полностью вникнуть. И вот просто я вот смотрю, и вот давайте, рассказывайте историю. Вот я очень люблю это. Потому что нет такой задачи сидеть и пытаться, ну, как бы, разгадать этот пазл. Вот это кайф. Для меня нет. Я хочу просто вот быть в этой истории и так далее. А ты в курсе, что на очень много процентов этот сериал, это, я так не люблю слово, плагиат, это сильное... Чё, всё? Нет! Ну тут... Да, ну это кусочек треугольника, я треугольник сам не отломал. Да-да-да, у меня тоже вот, знаешь, эпидермис. Да-да, отходит. Сверху отлетает. Что этот сериал украден? Не украден. Очень много заимствования из манги. Ира, сейчас ты должна мне больше помочь. Откуда заимствован сериал «Игра в кальмара» по-английски «Squid Game». У меня просто руки заняты, не могу погуглить, посмотреть. И сам создатель этого сериала, как бы, его не вывели на чистую воду, он так сказал? Слушай, ну я думаю, там это, наверное, речь идёт не прям о заимствовании. Наверное, это о каком-то, типа, вдохновился. Знаешь, обычно, когда избегают слова «плагиат», говорят слово «вдохновился». Но это же часто бывает. Там, типа, ну какой-то пример привести, не знаю. Ну, грубо говоря... Лиотов-ТВ, например. Какой-то из очевидных, да. Не, ну там, грубо говоря, Вачовский, там, когда делали «Матрицу», они абсолютно точно вдохновлялись этим «Призрак в доспехах». Да. Да, вот. И мне кажется, это вот какой-то из той же серии. Ну, то есть... Или прям есть... Смотри. Прям один в один всё. Да, в этой манге, а потом ещё было аниме сделано по этой манге. Чувак. Низ общества. Игрок. Непутёвый чувак. Никого не напоминает? О? Да? Он попадает на корабль. Попадает на корабль. По-моему, на корабль. Где происходят всякие игры насмерть. Где можно выиграть деньги. Ничего не напоминает? Слушай, ну, напоминает, конечно. Нет, вообще «Игры насмерть» такая же есть. Вот эта «Королевская битва», не знаю, смотрел ты или нет, тоже корейский, по-моему, фильм. Я его посмотрел очень-очень давно, и мне очень тогда понравился. Там система, ну, грубо говоря, «Голодные игры», то же самое, да, что они там все... А, по-моему, «Голодные игры» тоже же это какое-то заимствование прям прямое. Да, 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 это вот оттуда, да. Ну, раз, ну, не знаю, я про такую мангу, я вот это не знал, не читал, что это прям всё заимствование. Ну, в целом, почему нет? Мы сегодня вот ещё обсуждали с моей женой, прикинь, о том, что надо ли злиться, если у тебя что-то украли в творческом плане. Допустим, ты придумал шоу, и через некоторое время выходит второе такое же шоу. Вот надо ли злиться? Как ты думаешь? Блин, я даже не знаю. Ну, здесь часто же бывает, когда что-то, допустим, украли и переработали. Ну, грубо говоря, очень часто, ну, очень редко, не знаю, есть ли вообще такие случаи, когда что-то украли вот прям один в один. Ну, просто вообще вот. Бывает. Типа копейка в копейку. Ну, не знаю, это какой пример, кто так украл, например? Думаю, короче, думаю сейчас. Я обязательно приведу. Ну вот, и мне кажется, если там у тебя что-то украли, и это стало, ну, грубо говоря, популярнее, успешнее, чем у тебя. Да. Вот, тут, наверное, нужно обратить внимание на то, что они изменили, и почему, типа, это стало успешным. Да. Вообще, конечно, кража – это плохо. И, наверное, я бы стопудово злился. Вот, но пришло бы потом второе, что, ага, ну, вот они популярнее. Почему? Ну, потому что они сделали вот это, вот это, вот это, наверное. Я понимаю... Ну, меня просто ничего не крали, я не знаю, в творческом плане. Никогда этого не было? Да нет. Не было. Я понимаю обиду, когда ты что-то придумал, а это кто-то сделал так же, как у тебя, или почти так же, как у тебя. Поменял там, условно, буквы местами, да? Ну, да. Да. И заработал на этом больше, чем ты. Я понимаю обиду. Ну, да, да. Но мне кажется, вообще, в принципе, вся наша... Вся жизнь – ремикс. Да. Смотрел такой ролик? Нет. Блин, такой есть... Блин, это полуфильм какой-то. По-моему, это даже фильм. Какой-то документальный. Называется «Вся жизнь – ремикс». Я его смотрел очень давно. Да. И там, блин, очень крутой фильм, в котором рассказывают, что вот все, все, вообще все, в любом... Да. Абсолютно в любой сфере творчества все где-то когда-то было. И все уже придумано. Скорее всего, результат переработки творчества. Да, да, да. И я думаю, мне казалось иногда, что у меня крадут, да? Притом, что когда я сам вдохновляюсь и заимствую, это нормально. Да, да, да. Вот мне казалось, что вот, мир несправедлив. Да, 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 ах, вы уроды, и так далее. Это очень незрело. Я считаю, что надо вообще не париться. Ну, то есть, как бы, это нормальный, это часть, это часть этой профессии, этой индустрии. Нет, еще же бывает, кража, она же разная там. Ну, я имею в виду в том плане, что кража бывает, ну, прям кража. А бывают кражи, когда, ну, то есть, грубо говоря, юридически кражи это назвать невозможно. Ну, то есть, там, когда у тебя заимствуют что-то, что, ну, не знаю, даже какой-то пример привести, чтобы, ну, там, не знаю, вот мы придумали импровизацию шокера у нас в шоу импровизации, и импровизация шокера. И до этого не было никогда? Нет, так никогда никогда не было. На российском... Ну, на российском телике в импровизационном формате. Телике в YouTube не было, да? Нет, не было. Но было, допустим, что есть американские шоу, в которых люди что-то делают, не импровизируют, как мы, то есть, не шутят, а что-то делают, и их при этом бьют током. Это, ну, известная штука. Ну, вот мы взяли эти шокеры и переработали, и сделали вот такую импровизацию. Вот мы украли. Ну, как можно украсть шокеры? Ну, не украли, как бы. А с другой стороны, если, типа, очень сильно захотеть нас в чем-то уличить, то, ну, конечно, украли, да, шокеры. Это же уже было. Ты не представляешь, в каком количестве шоу я был участником, где были использованы шокеры. Ну, вот да. Это у меня, да, звенит? Я думаю, господи, Антон, как непрофессионально. Это у меня факт. Прошу прощения. Вот. И в каком количестве шоу я был ведущим. Смотри, что я сделал. Что? Подожди, я думал, ты сказал. А, я проиграл. Блин, я думал, у меня только низ откололся. Покажи, что там случилось. Блин. Я уже был готов низ отвалить, а у него кусочек, видишь, вот так. О, щит. Там так много крови в этом сериале. Вообще. Слишком много крови. Очень много. Да. Но я пока еще, смотри. Ёп твою мать. Я хотел взять и показать тебе. Я пока еще ковыряю. Но это вообще бесячее такое занятие. Ты пальцем расплавил половинку? Не, у меня такие были. Такие были, да, да. Ну ладно, давай тебе тогда вторую форму выбирай. Если тебе не надоело, конечно. Давай круг. Или как? Или ты треугольник доделаешь пока? Я пока треугольник додучу. Давай. Давай круг делай. Давай круг. Мне кажется, круг тяжело. Да? Ну все-таки по прямой линии легче. Давай треугольник. Ой, звезду тогда. Давай звезду, да. Да. Короче, кражи, кражи. Это часть. И не все кражи. Иногда этот вдохновился настолько ты... Абсолютно. Ты знаешь, я очень люблю смотреть ролики про музыкальные плагиаты. Блядь. Обожаю. Все плагиат у них. Да. Он украл. И я начинаю смотреть, и меня больше всего забавляет, когда там показывают песню, там какого-то грубо говоря. 2018 год играет песня, потом показывают. 98 год. Ты слышишь, думаешь, ах ты жук, послушал из 98-го года. А потом следующее. 75-й год. Ты думаешь, ах ты еще и оттуда. Потом 38-й год. Это вообще куда? И там просто плагиат, ну то есть какой-то шестиуровневый, знаешь, когда вот просто одна мелодия. Без этого никуда. Да, да, да. Все на плечах другого стоит. То есть даже смотрим, вот мы как люди, мы родились, и нас начинают объектами культуры различной, в том числе, воспитывать. Вот посмотри, вот мультик этот, посмотри, это же сразу заедает, и потом эти паттерны, они в тебе существуют. И на основе этих паттернов потом что-то придумываешь. Да это я еще думаю, знаешь, как, ну все же развивается, люди меняются, и там, грубо говоря, есть, вот почему многие там современные какие-то исполнители, допустим, если, ну, на примере музыки разбирать, перепевают старые песни. Ну потому что старые песни, они вот нам нравятся, и мы их слушаем, и нам клево, руки вверх, класс, мы все кайфуем. А потом Биг Бэйби Тейп поет, это, как он, руки вверх, что он перепел. Фотографии в альбоме тебе напомнят, да, да, да. А он тебя целует. Да, он тебя целует, да, он тебя целует, говорит, что любит. И я понимаю, что вот для молодого поколения, которые любят рэпера Биг Бэйби Тейпа, для них эта песня звучит, они не будут слушать руки вверх, но вот в его исполнении она звучит, и они ее слушают. Это вот, я думаю, что наши родители тоже, когда мы тусовались под какие-нибудь ремиксы восьмидесятых, в исполнении там нулевых, допустим, все там, мама говорила, да, конечно, эта песня из нашей молодости, вот вы все из нашей молодости и слушаете. Тут то же самое, я тоже себя чувствую тем дедом, который говорит, Биг Бэйби Тейп, ваши наши руки вверх, все поет. Ни хера придумать не может. Да, и это в целом, я думаю, достаточно естественно. То есть что-то устаревает просто, и этому нужно дать новую жизнь. Чувак. В целом, в этом нет ничего плохого. Чувак, чочек. Ну, ты посмотри на грудь свою, ты все это придумал. А, я думал, я весь уделся уже, знаешь. Посмотри на грудь, ты весь. Ладно, про скверт гейм дальше говорим. Значит, смотри, интересные факты начинаются. О, давай. Ты в курсе, что этот чувак главный герой? Он вообще-то суперзвезда южнокорейского кино. И он раньше играл только персонажей типа Джеймс Бонд, либо супервраг. И он, чувак, был такой невъебенно накачанный красавец. Серьезно. Он просто, как сказать, Аполлон. Я не знаю, с чем сравнить-то. Я уже как старперзый говорю. Аполлон, бля. Кажется, секси. Просто Аполлон. Пиздец ужасный. А у меня нет такого, что с возрастом начинают вылазить слова твоих родителей? Да, да, да. Я все больше и больше, как моя мама, говорю. Это не важно. И меня устраивает. И это органично. Да. Да, Ира, хотел что-то добавить? Нет? Ты посмотри ее фотографии. Так, Ира. А, нет, ты, кстати, ты вот тот человек, который вот что-то понравилось, ты изучишь просто все. Я все-все изучаю, да. Блин, я, если честно, не изучал, но я знал еще одну пасхалку, раз мы о пасхалках говорили, что там, оказывается, практически все время на стенах в их казарме были нарисованы все игры, которые будут. И я это заметил. Серьезно? И говорю Марианне, моей жене, я говорю, смотри, так с самого начала было. Она говорит, нет, глупенький, это они потом дорисовывали после каждого испытания. Как сыграли, да? Я думаю, ну да, имеет смысл. Они там посмотрели. А потом я пересматриваю все эти кадры, смотрю обзоры, это было с самого начала. И мне интересно, как они могли не догадаться? Ну это же было очевидно. Ну да, да, да. Это было странно. Может, знаешь почему? Может, потому что они написаны сценаристами персонажей? Может, поэтому они не догадались? Скорее всего. Но вряд ли. Вряд ли, да? Ира, посмотри, пожалуйста, молодые фотографии нашего главного актера, которого зовут как? Скажи, пожалуйста. Ли Джон Дже. Ли Джон Дже. Джон Дже. И скажи, пожалуйста, мы не можем показать картинку, но просто скажи, секси или нет? Сейчас посмотрим. Ну ты знаешь, да, мой вкус, что его нет. Да, у девочки, которая играла севернокорейскую эту... Она просто модель же, да? Она модель, абсолютно обычная модель. Да. И она приехала в локдаун, прикинь, преодолевая всякие препятствия на пробы. И очень сильно понравилась сразу актера. То есть у нее какая-то чуйка прям развита. Так вот, у нее с премьерой Игры в Кальмара Да, да, да. За две недели, по-моему, на 6 или 7 миллионов людей. Да, у нее сразу там контракт с Луи Виттон, там именно сразу, например. А этот, а главный, ну не главный злодей, ну которого последнего он убил. Ну главный. Да, его одноклассник, который потом, да? Да, 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 да. Вот. Он же телеками ЛДЖ торговал в России. Чего? Это все реальная инфа. Я это вычитал. Он продавал в России телевизор ЛДЖ. Он в России работал. У него в Инстаграме есть фотка. Тогда понятно, что он в долги влияет. Сто пудово. У него в Инсте есть фотка, где он сфоткал стол, а на нем стоит бутылка русской водки и подпись на русском «Скучаю по России один раз в год». Охренеть! Прикиньте? Вау! Это огонь, поищите обязательно. Да, 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 да. Обалдеть. Слушай, вот можно ли его назвать антигероем? Он плохой, парень? Слушай, ну там... Ну как бы плохой. А! Ха! А, нет. Смотри, охренеть. Блин, ну это... Надо боровать. Это сахар. Это просто... Сахар, да. Слушай, ну это не так нормально. Мы в детстве такое делали. Петушков. Петушков помню. Я не делал. Ну что, напишите в комментариях. Я сейчас как Влад Бумагач. Напишите... Ребята, напишите в комментариях, смогу ли я дойти до конца в этом испытании. Ребята, скорее напишите комментарий. Поставьте лайк скорее и сделайте кнопку серой. Сегодня у нас в гостях Шасту. А также Глент. Нет, именно нет у нас Глента. У нас есть... Кобяков. Да, Аня. И Ирина. Ну, конечно, напишите. Я посмотрела. Тело классное. Чуть-чуть детская аудитория пришла на канал. Да, Ира. Тело красивое, да. Тело красивое. Нереальное. Ну, мне нравилась эта девочка реально очень красивая. А мне знаешь, что понравилась? Она больше, чем мужик. Во-первых... Да, девочка очень красивая. Есть такие люди, которые, когда улыбаются, вдруг становятся другими людьми. Знаешь, вот если человек улыбнулся, и у него из красивого лица стало лицо еще красивее. Да? А бывает человек улыбается и такой... Ты думаешь, ты кто? Я тебя не знаю. Не надо. Верни того человека, не улыбчивого, да? Да. Вот. И эта модель... Ты не обращал внимания? Она же всегда там грустная ходит. Да. И она ни разу там не улыбалась. Не было повода. Вот. Да. Да. А она когда улыбается, а у нее совершенно другое лицо. Она вообще не модельная сразу становится. Да? Да. Вот. Но она мне... Она очень привлекательная. А мне еще понравилась вот та девочка, которая сказала, давай, типа, без этих вот херни, когда у них было испытание один на один, тет-ет-ет-ет, в этом городке, который построили. А, да, серия с камушками. Да. Она сказала, давай вот просто... Да, да, да. ...без этого говна. Мне эта девочка тоже понравилась. Она красивая была. Вообще, я был в Южной Корее. Ты был в Южной Корее? Нет, не был. Ты был в Южной Корее. Да. Они все очень высокие люди. Я думал, я приеду, я буду там герой местных. А по мне напишешь какая-нибудь газета. Хера. Там ходили выше меня ребята. Они очень высокие ребята. И там все девушки очень красивые. Правда, я не знаю, это сейчас сексизм, что это сейчас. Но они достаточно одинаковые. Почему? Потому что у них очень развита пластическая хирургия. Да? И они, видимо, к одному врачу ходят, который наверняка делает. И у них очень много мейка такого одинакового. Поэтому они все очень красивые, но вот. Нет, но на самом деле это... Есть ощущение, точнее, мне кажется, что это правда, что вообще корейцы, которые производят контент на весь мир, то есть снимают для Нетфликса или снимают Паразитов, грубо говоря. Что они понимают, что остальной мир, ну, как бы иногда их путает. И поэтому в любых таких сериалах и фильмах они этих персонажей делают яркими и очень разными. По крайней мере, в «Игре в кальмары» есть хотя бы номера. И ты, ну, то есть, даже как бы это сейчас не звучало, я понимаю, что это плохо. Но это на самом деле так, что для европейского, американского зрителя ты абсолютно точно ориентируешься. То есть все персонажи всегда яркие, и ты можешь, типа, понять, кто есть кто, если что, если ты вдруг запутался, например. Мне кажется, об этом, ну, они думают об этом точно, я уверен, вообще на сотку. Ты победил? Мы не соревновались. А, тогда я рад. Я победил себя. Ты победил себя. С вами у меня получилось. Оу-е. Оу-е. Сколько времени ушло у меня? Ой, сейчас я не умею считать. 22 минуты. О, это ты даже и выиграл. А, да? Ну, это если тебе повезло, и ты достал треугольник. Там, по-моему, полчаса было. Я не помню, честно говоря, уже. По-моему, меньше. Напишите в комментариях, сколько там было. Ребята! Скорее напишите! Быстрее! Я знаешь, что в игре в Кальмара, не то, что не понял, что мне не понравилось. Да. Помнишь сцену, где одного из VIP-этих гостей? Да. Вот этот, значит, полицейский. Да, он ему, значит, перегрозил пистолетом, все как бы его там, ну, короче, оставил там в этой его комнате, где они оказались вдвоем. И после этого про него просто, ну, нам решили дальше ничего не показывать. Про VIP-гости? Ну да, VIP-гость приехал. Он супер-вип-гость. Не, они же нашли его. Да, они его нашли. Там есть сцена, где они его находят. Ну, а дальше-то что? Они дальше не показывают ничего. То есть он там, не знаю, возмутился, сказал, что ох, как плохо. Или остальным VIP-гостям, не знаю, что он там сказал, что ой-ой-ой. Вообще-то это пиздец. Ну да, это странно, он бы стопудово, ну, был бы я VIP-гостем, который приехал туда смотреть. Да. И вот, значит, мне угрожают пистолетом. Да. И потом говорят, давайте в следующий раз, вот вам промокод. Знаешь, как в сервисах еды. Ну, то есть я бы там поспорился, не знаю. Не, ну, следуя логике этого сериала, так и есть. Потому что там люди были просто как лошади. Ну да, что они типа, а, ну они анонимны, да, что он не мог ничего... Не, им пофигу было на этих людях. А, да, они уже сидели без масок же, когда смотрели. Да, да, да. Я имею в виду, что VIP-гостям было пофигу на участников. Ну да. Следуя логике, ему действительно могли дать промокод на следующую ставку. На следующий заказ. Да. Через приложение. Да. Короче, тебе показалось странным, да? Да, мне показалось странным, что, ну, дальше не показали, что с ним, как он, как на это отреагировали другие, ну, то есть другие VIP-гости не заметили, что он просто куда-то ушел и исчез. А мне знаешь, что показалось странным? Чего? Давно уже ушла драматургия от такого показа негодяев, когда негодяй очень негодяйный. Ну да. И вот этот вот чувак, который из банды какой-то, да, который там был, который замутил с одной из участниц, с этой, с татуировкой змеи, с татуировкой змеи на шее. Он такой, уууу, я злой, я сижу злой, я так злюсь, сейчас злой, я что-нибудь сделаю. Ну да, такой очень выпуклый, да. Да, но это, мне кажется, это было, знаешь, похоже на такой, на детский спектакль немножко. И меня сначала это, сначала меня это бесило, а потом подумал, ну окей, вот. Ир, а что тебя смутило? А, ты еще не досмотрела? Или досмотрела? Я досмотрела. Смутила, подожди, что меня смутило? Ты пробила, что старик злой? Нет, я с тобой. Ну, я даже, у меня даже мысли не было, что кто-то из них будет там дальше где-то. Да. Убили, убили. Это суперглавное. Я еще всплакнула, когда его замочили, деда его не замочили вообще. Да. Нет, ну, кстати, вот на этом моменте, ну, то, что он главный, было непонятно, но то, что он опять появится, было очевидно, что не показали, как его убили. Если не показывает смерть, значит, он живой. Точно так же, как полицейский. Полицейский жив, разумеется, если вы думаете, что он бедный, умер, вернется еще как. Не переживайте. По поводу, значит, конца сериала, это что за хрень? Ну, во-первых, я не понимаю, зачем он показывал волосы, но психанул, психанул. Ладно. Ну, это ладно, ладно. Это я могу понять. Он захотел стать другим человеком. Да, условно. Почему он, все это было ради дочки, в том числе, и ради ее будущего, да, и так далее, полетев к ней, такой, а, нахер, дочку, пойду, поставлю свою жизнь под удар. Пусть она растет без отца и без денег. Что за хрень? Такая мотивация. Может, он будет теперь дальше не участником, а этим, как его скажи. Да, он же будет, мне кажется, да, он захочет все это разоблачить. Он захочет все, это сломать, что это все плохо, скорее всего, так. И тем самым... И тем самым сделает мир лучше для своей дочери. Седьмого октября. Меня возьмут в трейлер Squid Game, Squad Game, Squid Game. Squid, Squid. Так, завал, я однажды, когда жил в Кирове, придумал шутку, которой до сих пор горжусь. У нас там, значит, в Кирове, там, где я работал, рядом стоял кинотеатр «Октябрь». И мне это слово не давало покоя. В октябрь. Я про тебя пошучу, сэкинсен. Я про тебя так пошучу. Я однажды придумал трейлер. Ленин в октябре. В октябре. В октябре. А? И это прям в биатлон. И мы проходим следующий раунд биатлона. Где мы продуваем? Тебе снятся сны, что ты выходишь на сцену с неподготовленным материалом? Хотя ты в амбревизации работаешь. А я же в амбревизации, да, да, да. Слушай, нет, такого давно не снилось. Не снилось? Угу. Мне иногда такое снилось, я думаю, что за хуйня? Во время... Куда я выхожу? С каким материалом? Нет, а самое главное, это школьная лига КВН. Насрать. Да что угодно, я сейчас скажу и их насмешу. Да. Мне еще, знаешь, что понравилось в игре в кальмары? Да. Прикольная штука, что они сделали, что... Я этого тоже сам не заметил. Мне об этом, потом об этой пасхалке рассказал Дим Кпозов. Значит, в сериале нам показали, до того, как умерли все герои, нам показали, как они умрут. Они предсказали все смерти. Это как? Ну смотри, этот главный бандит, который тебя бесит, выпуклый, самый главный бандит, он, когда убегал от бандитов с моста, в момент, когда он решает вернуться в игру, он прыгает с моста, и потом он разбивается с высоты. Так. Индус, который... Этот... Он же украл деньги у начальника. Начальника заживало в станок какой-то. Да. Он украл его деньги. Да, прибежал. А его обманули. У него этот тип украл все камушки. И его убили. Его обманули, у него все украли. Карма, да? И у него украли. Так, дальше. Все, карма. Продолжай. Продолжаем. Самая главная красавица-модель наша. Она угрожала типу ножом у горла и говорила, чтобы ты пропустил из Северной Кореи мать и сына. Да. И ей перерезли горло. Не горло. Горло. А, да, точно. Ее убил. Да, да, да. Кто-то свернулся. Соответственно, вспоминаем, кто еще там умер? Этот. Самый главный, который и перерезал ей горло. Да. Он совершил самоубийство. Он убил себя ножом лежу на поле игры с самого кальмара. А он хотел покончить с собой. Он лежал в ванной с... Короче, это называется... Я забыл, как это называется. Это называется углекисло... Короче, это самый очень сильно распространенный способ суицида в Корее. Люди ложатся в ванну и зажигают какие-то вот... Что выделяет очень много углекислого газа. Закрываются в комнате и задыхаются просто. Вот у него стояла ровно такая же штука у ванны. Хотел покончить с собой. Ты думаешь, что специально продумали? Слушай, я думаю, что да. Охренеть. Мне кажется, да. Вообще все отмечают, что в игре в кальмара очень высокий уровень деталям. То есть все разборы без конца что-то замечают. И это круто. Мне почему-то кажется, что это вполне настолько педантично сделано, что это может быть действительно не совпадение. Прикол. Прикол. Нифига-то прикольно. Сейчас ты внес-то вообще. А он сам это понял или где-то прочитал? Нет, вот Димка сам это... Не-не-не, он прочитал где-то, но потом типа... Но выдал за свое. Сам, сам. Нет, он прочитал это, он разбирал типа до пасхалки потом. Но вот он мне все это рассказал, а потом решил не смотреть. Ну, он все мне рассказал. Все четко. Но это очень прикольно. Как у тебя идет звезда? Сереж, если честно, максимально хуев. Я просто сижу, вожу иголки. У меня какой-то такой толстый слой этого. У меня вообще ничего не получается. Абсолютно. Попробуй, может быть, как там этот план герой делал. Ну, давай, да. А, нет. Ух ты, и правда на просвет видно. И надо делать, как он. Вкусно. Не помогает ни хера. Да нет, ну помогает. А с какой стороны они облизывали? С обратной. С обратной? Ты че лишь с этой стороны? Задача же сделать так, чтобы растворить эти перемычки. Понимаешь? А они с обратной стороны тоньше. Блин, хорошо, что мы с тобой пошли в игру кальмара. Кальмар. Ты себе представлял, что бы ты там делал на их месте? Блин, да, конечно, представлял. А, в эту я бы вообще вынес. Которая первая, с куклой, когда не двигаться. Изи катка. Вот это вот я сейчас понял, что нет точно. Это был раунд второй? Первый. Нет, это второй. Кукла была... А, вот эта? Да. Или не, или нет? Нет, по-моему. Не второй. Третий, наверное. Что было второй раунд? Второй? Что было второй раунд? Ничего не помним. Это как бы все работает? Капец. Да, сели обсуждать. У нас следующий подкаст будет с профессором. Я сразу вот спойлер. Про память. И мы там про это говорим, да. И это пипец. С памятью какие-то проблемы происходят. Да. Ладно, это не важно. Короче. По поводу пасхалок. Когда вот эта вот кукла смотрит за участниками в первом испытании, на деде под номером один, а я, кстати, сегодня под номером один, потому что я все это затеял, эту игру нашу. А, нет фокусировки. Нет. На нем нет зеленого. То есть она его не видит. Не видит, да. Тоже слышал, да, про такое. Тоже прикол. Прикольный прикол. Ну, кстати, я не пересматривал, но там говорят, что даже момент, помнишь, когда показывают, по сути, ну, деда, просто показывают спиной, он в пиджаке сидит, когда он надевает эту маску, точнее снимает, он ее, по-моему. Да, 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 да. Там было и там видно, говорят, что руки старые. Что старые руки, что он надевает, и можно увидеть, что руки старые. Бро, короче, смотри, у меня-то прогресс. Я тебе, знаешь, что я говорю? Смотри, нужно иногда вот так вот тыкать. Как будто ты набиваешь тату в тюрьме. Да, это было второе испытание. Это было второе испытание. Второе испытание. Уф, как вы думаете, будет ли продолжение игры в Кальмара хотя бы близко успешным? Ну, я думаю, что таким, наверное, успешным не будет. Нет. Я думаю, что, во-первых, вы снимете очень нескоро. Да, это будет очень нескоро. Во-вторых, я думаю, какая-нибудь первая серия просто разнесет там все рекорды по просмотрам, по ожиданию, потому что это будет просто что-то невероятное. Мне кажется, такие сериалы надо заканчивать. И все, и точку ставить. Потому что дальше уже начинается возня. Да, да, да. Потом, блядь, знаешь, как в реальных пацанах, я уже говорил, потом они начнут, и у них дети появятся, дети пойдут в эту игру, свадьбы, вот эта вся херня. Ну да, да, да. Это как, знаешь, это как Морнинг Шоу. Ты смотрел? Да, класс. Первый сезон, вау. Вышел второй сезон, я смотрел первый сезон, мне очень сильно понравилось. А сейчас вышел второй сезон, я начал смотреть первую серию, и я понимаю, что вот для меня абсолютно эта история закончилась. Да. Вот она абсолютно снята от начала и до конца. И во втором сезоне там понятно, что какие-то у них новые проблемы появляются, какие-то опять ведущих они ищут, возвращают там типа Дженнифер Энистон. Ну все уже, я подумал, ну все. А мы будем это по стеклу угадывать, когда идем? Ну что-то во что, я справлюсь. Какое страшное испытание было с прыганием. С прыганием, да. Елки-балки. Там началось страшное с этого, да, какой номер себе выбрать, каким идти. Да, блин, это же гениально. Вот эта сцена, когда они выбирают быть посередине с начала или с конца, абсолютно невозможно сделать. Я не понимаю, я был парализован. А самое главное, я понимаю, что если бы я шел даже последним, я бы забыл, куда прыгали до меня. Это такая хуевая память. Что мне бы никак не помогло, что я последний. Ужас. Просто ужас. Короче, у этого сериала очень высокий, очень, как сказать, очень высокий уровень пересматриваемости, если так можно сказать. Это очень редко такое бывает, когда ты можешь смотреть и что-то все время замечать, где-то что-то ловить. Слушай, ну я думаю, это не из-за того, что там что-то замечание. Ну и из-за этого в том числе. Ну просто это, знаешь, настолько популярно, что все это, типа, давай посмотрим еще раз, где в компании кому-то показать. У меня вопрос. Давай. Если старик участвовал в этом во всем и был уверен, что с ним ничего не произойдет, как он был уверен, что в конкурсе с канатами его послушают? Это же был такой риск, и он ничего не мог сделать с тем, что если бы пошло что-то не так. Это была какая-то хуйня. Вот есть такой тип фильмов, знаешь, когда злодей говорит, ха-ха, я так все и запланировал с самого начала. Это и был мой план. А весь фильм полностью на случайности, знаешь, построил. Думаешь, нихуя себе. Это, простите, как это так с самого начала запланировал случайность. Вот, короче, вот это меня смутило очень. Ну да. А там еще, знаешь, прикольный момент есть, когда единственное, что пошло не по плану, это бунт в казарме, когда они ночью решили друг друга все перерезать. И он остановился только после того, как дед наверху сказал, нет, что вы делаете? И после этого все остановили. Вот этот момент, который я прозевал, в том смысле, что это была подсказка. А это была прямая отсылка к тому, что дед что-то здесь решает. Но я подумал, они сжалились над ним. Над ним. Вот. Короче. Так, твоя техника не приносит мне успеха вообще. Ничего, да? Дерьмо? Блин, так интересно. Ир, надо тебе тоже дать. Это невероятно. Даня, а ты смотрел игру в кальмары? Ты получаешь удовольствие от нашей беседы? Так, ну что? Ай, блядь! О! О! Сучка сраная! Говно! А знаешь что? Я поймал звезду, вот в прямом смысле. Типа, ага, я такой крутой, так здорово это все делаю. Вот так вот. Вот мне и урок. Отлично. Теперь мне нужно сделать звезду, чтобы... И у нас будет один-один. Все-таки соревнования. Ребята, как вы думаете, заканчивая уже с игрой в кальмары, какая, кстати, у нас вот еще вот эта есть. О, да. Между прочим. И грим на лице. И грим. Подумает ли ты? Нет, я так пришел. Да. Упал с самокара. Грим, это прикол такой. Мы готовились. Самый подготовленный подкаст из всех, что у нас был. Че? Приятные ощущения, да? Короче, чувак, послушай меня. Не повторяй моих ошибок. Не расслабляйся. Так мы настолько подготовились, что посмотрите на нашу обувь. Антон, не будете ли вы так любезны? Будем, конечно. Вы понимаете, купил сегодня в H&M. Ну, это, конечно, не Ванс, в которых они были. А, они же тоже супер какие-то популярные стали, да? Чувак, их разобрали нахер все. То есть Ванс сделал просто кассу. Мы видим просто подушеву, честно говоря. А, да? Да. Ну, короче, вот мы в одинаковые обуви. Такие дела. Прям в тапочках оттуда. Типа. Типа. Как вы думаете, какая мораль этого сериала? И есть ли она там? Блин, ну что... Самая классная серия в этом сериале, самая классная, это про камушки. Согласна, вообще обожаю. Вообще, это серия... Я как невероятный, знаешь, невероятный фанат и поклонник фильма «Догвиль» Ларса фон Триера. И вот эти все рассказы о том, какие бывают люди, на что способны люди в разных жизненных ситуациях и так далее. Потому что... Ну, мне нравится эта тема, потому что я всегда перекладываю это на себя и вот думаю, вот как бы я поступил. Вот хороший я человек или плохой? Вот типа вот надо этим вопросом задаться. И вот мне очень понравилась эта серия. А, ну, мораль... Какая мораль? Не знаю. Вот какая мораль? Как ты думаешь? Какая мораль у сериала? Мне кажется, мораль дурацкая. Мораль такая. Посмотрите, до чего доводит людей... Жадность. Не жадность. Желание выжить. Да, система, в которой мы существуем. Господи, я пытаюсь слово вспомнить, сейчас мне стыдно. Устройство общества, когда ты должен производить товар и его продавать. Как называется? Даль, помоги мне. Господи, я реально... Потребление. Пока ты думаешь. О, бля, чувак, ты сломал. Пиздец. Слездуй не получилось. А зачем мы пошли от легкой к сложной? Нужно было от сложной, чтобы был какой-то шанс. Ну, типа, ну вот сейчас я с этой-то справлюсь. Блин, ну ладно. Ты дальше делаешь? Я кружочек буду делать. Давай кружочек буду делать. Зонтик я предлагаю, самое, домой забрать. На круг возишь жесть. Да. Блин, мне стыдно, что я забыл это слово. Какое слово? А пиши. Как в гугле, знаешь, пишут. Вот есть коммунизм, когда все общее, общее благо, все производят общее благо. Есть капитализм. Капитализм. Что капитализм, это очень плохо. Посмотрите, любой человек, который заработал много денег, он сразу желает, да, крови, плюс, скорее всего, он заработал эти деньги кровью, да, то есть капитализм, это ужасное устройство. И все те, кто, значит, зарабатывают деньги, они твари. А посмотрите, какие замечательные у нас, не все, кстати, да? Ну да, не все. Да. Ну, в общем, мораль, мне кажется, какая-то немножко детская. Слушай, ну, может быть, да. Ну, я особо, там, не знаешь, не задавался вопросом выносить какую-то мораль, но вот я вот люблю вот такие штуки, как серия про камушки, вот про людей, вот это все мне очень нравится. Смотрел Догвиль? Нет. Не смотрел? Блин, вообще. Да? Смотри фильм Ларса фон Трира Догвиль. Это фильм ужасов? Слушай, ну, нет, это не фильм ужасов. Это такой триллер психологический. Там, во-первых, самое главное, что сначала меня разнес просто в клоки фокус, с которым он это снял. Он снял весь фильм в павильоне, просто в съемочном. Да. Там есть, это, короче, действие происходит, все действие в маленьком городке, в котором буквально там 10-12 домов. Да. Вот такая вот деревня какая-то. Там есть минимальные декорации, но все основные декорации он просто мелом на полу нарисовал вот так вот. Вот это будет дом. Вот так просто. Квадрат, это дом. Это сценическое, это как бы прием. Ну, да. Условность. Весь фильм снят, что там все условно. Там нет домов как таковых. У них есть стулья, есть столы, у них там есть будка, конура, в которой нет собаки, но там они играют, как будто есть собака. И они вот, когда я начал смотреть, сначала я был просто в каком-то ахуе, потому что там играет Николь Кидман и когда я, и Пол Беттани, и когда я увидел, когда Пол Беттани, они играют диалог, я сначала вот так смотрел, не понимал, что происходит. А потом, когда Пол Беттани, как в КВНе, зашел в дом, я просто ахуе, он просто вот так вот сделал. Понял? Он сказал, а представьте обычную ситуацию. Да, да, да. И в этот момент я подумал, что? Что происходит? То есть там нету, по сути, физического ничего. Они играют на разрисованные декорации на полу. И ты веришь в это все? Самый кайф, что ты начинаешь смотреть фильм. Да. Поначалу ты сидишь, ну я сидел, не понимал, что происходит, а потом на середине фильма я понял, что вообще плевать. То есть я вижу все эти дома, я вижу все эти двери, я все это вижу. Ну, короче, кайф. Прикольно. Короче, вот эту мысль про то, что капитализм это плохо, я взял не у себя. Я с ней совсем согласен. Я смотрю иногда Бена Шапиру, я тут про него говорю постоянно, мне нравится он. И вот он вот это увидел. Я считаю, что все-таки вот эта вот игра, в которой они примут участие, это просто та самая мера условности. Я обожаю фильмы, в которых ставят людей в ситуацию невозможного выбора. Да? Например, фильм «Платформа». На Netflix тоже. На Netflix. Блин, все говорят, клювые. Охуительное кино испанское. Там тоже в абсолютной абстракции люди существуют, в абсолютной условности. Но это иначе невозможно будет поставить людей в такой невозможный выбор. Да, да, да. И это все-таки фильм про то, что люди разные. Да, и что мы... Блин, а еще, знаешь, такого же типа есть очень старый фильм, я смотрел, он назывался «Куб». Каня, их там... Да, их было много частей, да. Но я, по-моему, только один смотрел, где они, да, в разных кубах попадают в разные там типа ловушки всякие там и так далее. Да. Слушай, круг хорошо, очень очищается. Да, круг идет блестяще. Идеально. У меня прям... Теперь если метро ко мне подойдет кореец в костюме с красным конвертом, я уже все знаю. Я даже смотрел разбор, как выиграть в эту херную игру. Да, в эту штуку, да? Да. Короче, нужно не углом хуячить, а надо, чтобы твоя карточка вплошмя упала на карточку, тогда будет этот плоский... Это как фишки играли в детстве там. Да, в кэпсы. В кэпсы, конечно. А мы играли во вкладыши еще. Вы играли во вкладыши? Нет. Вы не играли во вкладыши? Ну, какие вкладыши? Короче, есть жвачка. В ней есть вкладыш. Например, не знаю, Типи-тип Турбо. Турбо. Дональд Дак. Ты, значит, есть еще, значит, разная валюта этих вкладышей. Если на вкладыше, а мы берем сейчас с сюжетом, больше одной картинки, это уже, ну, по-моему, считалось, что чем больше картинок, тем круче. Блин. А, нет, чем меньше, тем круче. Потому что редкость большая была. Иногда бывали королевские там истории. Значит, на одну картинку. Ты берешь свой вкладыш, переворачиваешь его. Соперник ставит равный по валюте вкладыш. Или там добавляет. Ну, как в фишках. Да, да, да. И ты ударяешь рукой, вот так по вкладышам. И если ты больше перевернул, то ты забираешь их все себе. А, ты забираешь. Офигеть. Блин. Нет, я помню Кэпсы. Кэпсы с Покахонта самые неприкольные, девчачьи. Я был слишком беден для Кэпсов. У меня не было денег на них. У меня тоже их никогда... Стартовый капитал какой-то же был. Да, да, да. У меня тоже были... Я купил там... Мне мама, точнее. Как играть в Кэпсы нужно было? В Кэпсы. В Кэпсы. В Кэпсы. Ну, ты Аполлон. В Кэпсы. В Кэпсы мы играли. Это просто были фишки. И там ты, по сути, такая же система, как, ну, они играли в эти конверты. Что ты бьешь и должен перевернуть его на лицевую сторону. Ты лицевой вниз бьешь и должен перевернуть на лицевую. Потом еще забираешь себе, чужой. Да. Соответственно, вы играете вдвоем. Это же классно. Надо готовить к взорву жизни. Да, да, да. Там система. Ты... Вот у меня Кэпсы, у тебя. Мы бьем. Если у меня лицевой стороной перевернулся, а у тебя нет, я еще не победил. Я потом беру два Кэпса, складываю обе лицевой стороной, типа, вниз. Бью. И забираю, если перевернулись обе. Хьюстон у нас прогресс. Но мы знаем, мы уже научены, да, что я все еще в опасности. А прикинь, Big Baby Tape, завтра говорит, ребята, прикиньте новый прикол. Кэпсы. Да, кстати, вот да. Запросто. Я уверен, что это в каком-то виде, типа, просто вернется и все. Да. Слушай, мы это, про фильмы ужасов. Да. Все, мы закрыли игру в Кальмара. Всем смотреть, даже если вам не понравилась первая серия, и вообще вы против всего этого, посмотрите, потому что это будет... Просто посмотрите, чтобы быть в теме. Да. По-любому надо посмотреть. Потому что нет ничего хуже, чем быть еще и не в теме, плюсом ненавидеть сериал. Это как Игра Престола. Да. Я в какой-то момент так и... Вот абсолютно. Да иди в нахуй, я посмотрю. Я посмотрю, да. Все, я теперь знаю. Да, да. И такой, ну и когда дальше, следующая серия? Ну блин, так интересно, классно ваш этот сериал, да, клево. Ага, да, бурерожденное, знаю, да. Задрай. Я хлюкнул. Ох уж Аполлон, кепсы. Значит, про фильмы ужасов. Ты их не смотришь, да? Блин, смотрю очень мало. Один фильм ужасов, который я посмотрел, кстати, он не совсем, наверное, ужасов, но хотя там ужасы, наверное, присутствуют в описании. Это фильм «Визит». Шьямалана, по-моему. По-моему, Шьямалан снял. Короче, там история про то, как брат и сестрой маленьких отправляют к бабушке с дедушкой за город на какое-то время, ну типа на лето или куда-то там. А, что было? В черно-черный город? Ну да, типа того. Ну короче, да, «Визит» называется. И они едут к бабушке с дедушкой. С визитом. И в какой-то момент они понимают, что бабушка с дедушкой, ну просто, ну типа, ну ебанулись. Вау. Короче, это так жутко. Вообще, он там нету, знаешь, каких-то очевидных, знаешь, скримеров, ну каких-то, знаешь, стереотипных таких пугалок из фильмов ужасов. Но он сам по себе такой жуткий. Я помню, он на меня оставил какое-то очень сильное впечатление. «Визит» по Шьямалану, по-моему, да? Да, ты смотрела? Я смотрю все фильмы ужасов, но и не помню потом ни одного. Это так обидно. Я сейчас вам все расскажу. Так получилось, что моя первая супруга, бывшая, очень любит фильмы ужасов, и я с ней. Доходило до того, что я прихожу домой, слышу крики, убийства, стреляют. Я думаю, ну все, дома все в порядке. Значит, и соответственно, я как бы был пассажиром в этом поезде, но как бы смотрел все. И в какой-то момент я понял, что американское кино не пугает, коммерческое, оно не пугает. Не страшно тебе вообще? Я посмотрел все, и ты уже видишь насквозь все эти приемы, ты уже знаешь, когда что будет. Заклятие. Уже есть ритм. Это монашка. Реинкарнация еще классная. Погодите. Но есть независимое американское кино. Такое, маленькое. И есть фильм «Оно следует за тобой». Это пизда, как страшно ебать. Поэтому, если вы хотите сделать этот хэллоуин, чувак, если вы хотите сделать этот хэллоуин невыносимо страшным, не оно, а оно следует за тобой. Ёб твою мать! Меня так еще не пугали. Блин. Это он типа новый? Я сейчас говорю, у меня мурашки идут. Новый, новый фильм? Относительно новый. По-моему, 2017-2018 года. Ира Псенова. «Оно следует за вами». За вами. За тобой. Главное правдой не просто «Оно», потому что просто «Оно» — это самый тупой на свете фильм. Фильм «Оно» такой не страшный. Он вообще не страшный, и это такой фансервис. Да. О-о-о-о! «Оно» — это «Кружочек». Это «Кепс». Сейчас я сделаю свой «Кепс». И мы сыграем в это. Да. Блин. Короче, «Оно следует за тобой». Это очень жуткое кино, потому что оно пугает по-новому. А еще однажды, однажды, меня до усрачки напугал фильм «Паранормальные явления». Потому что оно тоже пугало это кино по-другому. Я в какой-то момент стал просто фанатом «Макьюментари». Просто фанатом. Ну, то есть это «Макьюментари» — фильмы, которые сняты якобы на любительскую камеру вот такие вот. Нет, они пародируют документальное кино. Не обязательно в любительское, да. Ну да, да, да. Пародируют документальное, но в плане ужасов это в основном только такое вот. А, нет. Хотя нет, нет, нет. Да, все правильно. Там много чего есть, да? Да, да, да. «Монстро». Да, «Монстро». Хотя он тоже на любительскую камеру снят, но там эффект. Ну да, 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 «Монстро». Но я имею в виду, что есть, например, мне понравился в какое-то время тоже фильм, по-моему, он назывался «Расхитители могил». Или вот что-то такое. Там типа группа охотников за привидениями таких вот отправляются в какую-то психиатрическую лечебницу. Ну и там тоже они расставляют камеры по помещениям там. Ну это понятно, это было уже после «Паранормального явления». Да, ну тоже клевый. Ну а «Паранормальное явление» это суперклассика вообще. Это просто разнос. В первую часть, когда я пришел в кино, я думаю, ну, господи, опять эта попытка меня напугать. И я вдруг увидел, что можно теми же самыми дешевыми приемами, но с другого угла напугать так. Там еще суки эти твари. Я когда смотрю такие фильмы, я думаю, сука, почему не я это придумал вообще? Просто ты в такие моменты думаешь, блин, это же так же круто. Там еще есть ложные кадры постоянно, когда тебе так, сейчас, ебнет. Да, да, да. И ничего не происходит. Ты думаешь, блядь, ты хотя бы бы, я бы хотя бы, я бы хотя бы паттерн словил, где бы не было бы уже страшно, понимаешь? И когда не знаешь, когда вот оно случится, вот это в первой части, когда я, по-моему, в первой части, когда они стоят на кухне, и у них падает вся мебель сверху, я такой, мамочки, это не кино, это по-настоящему. Это очень круто. Меня снес привидение. Да. Ну что, мой хороший, можно, пожалуйста, гонг какой-нибудь восточный? Пу-пу! А вот ты его мог сейчас слышать. Я слышу, слышу. Ну что, давайте сыграем в Кэпсы? В Кэпсы? Давай. А как играть? Смотри. Так. Короче. Блин, ну они у нас расколются. Ну давай. Смысл в том, что мы... Вот, а какая сторона лицевая? Вот это, да? Да, вот это оборот. Вот это лицевая, да. Вот мы должны ей об стол ударить. И нужно, чтобы на лицевую перевернулось. Давай вот сюда. Давай вот сюда. Ну у нас точно ничего не выйдет. Ну давай. Раз, два, три. У тебя повернулось, у меня развалилось. Победа! Это честная победа. Ну кто и в Кэпсы играл, конечно, Кэпсы. Все детство. Конечно, у меня кисть. Кисть все помнит. Ира, какой самый страшный фильм ты смотрела? Я же тебе говорю тут, что я смотрю кучу, а ничего не помню. Вот реинкарнация классная, но это не страшно, наверное. Ты не знаю ее. Я вот хочу только увидеть, чтобы прям вообще офигеть. Вот посмотри, пожалуйста, оно следует за тобой. Я считаю, что... Я это запишу. Оно следует за тобой. По-настоящему страшные фильмы, они, во-первых, не коммерческие. В том смысле, что это не в широкий прокат, не блокбастерные. Потому что вот эти такие, такого рода фильмы, они все утыкаются в традиционные решения. А по-настоящему фильмы страшные, они на самом деле больше жуткие. Потому что ты не понимаешь, что нахер происходит. Кстати, об азиатских ужастиках. Они же бывают просто невероятно страшные. Я смотрел, знаете, какой? Он называется «Затвор». И там абсолютно классическая история, что есть какой-то, не помню, в чем там замес, но самое главное, что есть какой-то фотоаппарат, сфоткали, и кого на фотке размыло, классический сюжет. Оу, щет. К тому конец. По-моему, он называется «Затвор». Он корейский или китайский. Наверное, корейский. «Затвор» есть такой. Ему уже 17 лет. Да-да-да. Это просто кайф. Вообще. Очень страшно. Охренеть. Прикольное кино. Я однажды... То есть, мой мозг стер из-за страха, чтобы сохранить мою психику. Все остальное. Но однажды я смотрел какой-то азиатский фильм. Я помню сцену. Она гениальная. Чувак дома сидит и что-то бьет в стену. Вот снаружи. Он такой, блин, как странно. Вот он, звук. Откуда это? Чувствуете? Страшненько. Страшненько. Да. Проходят какие-то события. Всякая хуйня происходит. Этот чувак вешается и ногами бьет в то место, откуда было это... То есть, он слушал звук своего, собственно, мертвого тела, который стукается об эту стену. Кайф. Я такой... Кайф, кайф, кайф. Где выключите сюда? Это же офигенно. Мы в какой-то момент очень сидели... Еще в Воронеже мы сидели в офисе. Мы очень загонялись искали всякие ужастики, смотрели. Пацаны смотрели, я вот так сидел. И я помню, мы наткнулись. Это, кстати, очень популярная штука. Я много потом где видел. Есть какой-то, наверное, фестиваль, я не знаю, что это, короткометражных ужастиков. Очень короткий фильм. Очень короткий фильм. Там буквально есть какие-то 10 минут, 7, 5, 3. Вообще есть очень короткий. И мы там увидели ужастик, который длится 20 секунд. Но он просто пробирает вообще до мурашек. Там смысл в том, что отец заходит в детскую. В детской на кровати лежит его сын. Он подходит к сыну и видит, что сын, типа, у него слезы идут. Он говорит, «Сынок, что случилось?» Он говорит, «Пап, помоги, у меня кто-то под кроватью». И он смотрит на сына, медленно начинает опускаться, вот так вот поднимает эту простынь, заглядывает под кровать, а под кроватью сидит его сын, испугавшийся, и говорит, «Пап, у меня кто-то на кровати». «Ебан». Я когда это посмотрел, я подумал, «Господи, да как же это гениально!» «Прикинь в этот момент?» «Охренеть!» «Огонь!» «Просто огонь!» «Антон, тебя кто-то за спиной». «На всякий случай». «Это прикол был?» «Я приколист, кстати». «Вау!» «Давай откроем, Ира, список самого страшного кино по мнению кого-нибудь». «А есть салфеточка какая-нибудь?» «Да, сейчас, Ир...» «Есть!» «Я весь в этом». «Я могу найти!» «У тебя там кухня!» «Не надо сидеть!» «Сейчас я все сделаю!» «Ты пока читай, а я тебя услышу». «Тут просто миллиард этих списков вообще!» «Вот есть афиша.ру, и она считает, что самое страшное, это «Синистер», «Синистер», «Астрал», «Заклятие». Вот название, я так вот не могу, типа «Астрал», а какой там сюжет, я наверняка видела, но вообще ничего не приходит. «Заклятие», «Реинкарнация», вот я говорю, «Паранормальные явления», «Заклятие 2», «Бабадук». Блин, ну, кстати, я, наверное, смотрел «Заклятие», я не смотрел «Синистера», я не смотрел «Бабадук», но я слышал, что они действительно очень страшные. Но, как любитель арт-хауса, возможно, вообще... Короче, я не нашел салфетки, но там кто-то под кроватью. «Реально, у нас проблема». Да ладно, ничего страшного. Блин, мы можем сделать паузу. Ничего, ничего, нормально, нормально. Я об коврик ушел. Давай об коврик, мы его иногда стираем, кстати говоря. Чем вы тут говорили? «Синистер», «Бабадук», «Заклятие», смотрел все это? Я смотрел «Заклятие». «Синистер», «Бабадук», «Заклятие», «Антоновка», выберите какие-то «Ему чу-то суши» или нет. Я «Заклятие» смотрел, а вот ни «Синистер», ни «Бабадук», ни смотрел. Но, кстати, «Синистер» и «Кепсы». Но говорят все, что они правда очень страшные. Ну, погодите. А «Тихое место»? О, «Тихое место», да. Но он тоже такое, такое, согласен. Вот это вот «Поп-ужастики», да. Я видел, что в этот... Да, если говорить о «Поп-ужастиках», вот типа «Звонок». Страшное кино? И да. Да. Азиатский звонок. Оригинальный. Пока девочки с грязными волосами на лице не стали шуткой, Да, да, да. Нет, ну понятно, что это тоже... Это как «Игра в кальмара». Ну, «Игра в кальмара» не фильм ужасов, но в смысле, что это настолько стало мейнстримом, что это, конечно же, типа, пугать уже не может. Ты тоже видишь в каком-нибудь кино на полном серьезе девочку с грязными волосами должен? Да. Блядь, вы что? Господи. Был такой фильм «Перевал Дятлова». Фильм ужасов. Угу. Где все оказалось, что там замешаны инопланетяне. Да, да, да. И там есть момент, который должен был тебя напугать. Угу. И весь зал хохотом зашелся. Значит, они приехали в какое-то вот это, значит, место, где однажды произошло событие с Дятловым. Там какая-то, типа, гостиница, они смотрят вверх, и там стоит дед с надписью «Уходите отсюда». Такое говно сраное. Это как-то бы вообще было все нелепо. Да. Я могу тебе сказать, что еще испанцы снимают очень остроумные ужастики. Например, «Приют». Репортаж. Репортаж. Репортаж про зомбарей. Охренеть. Суперклассическая тема про зомби. Ну, прям вообще прикольно. «Приют». Не, не смотри. Ёб твою мать. А, слушай, подожди. Расскажи мне про него. По-моему, я смотрел его. Я сейчас могу. У меня полный компот. Короче, я просто запомнил, что «Приют» это очень хорошо и очень страшно. И сейчас, если я вот как будет с этим, с коммунизмом. Блин, очень знакомое название. Я как будто мог его смотреть, «Приют». Как будто мог. 2007 года. Да, я, если не ошибаюсь, по-моему, был даже потом ремейк «Американский приют». Там вроде бы. А может быть нет. Блин. Надо быть поконкретней, конечно. Почему мы так любим смотреть ужастики? Какой в этом смысл? Блин, мне очень нравится. Ну, не знаю. Может быть, типа, ну, какую-то эмоцию. Почему люди с парашютом прыгают? Вот зачем они делают? Адреналинчик. Да, но эмоции это эмоции рознь. Вот это вот, «О, как здорово!» И вот это вот, «Блядь!» Да нет. Страшно. Потом идешь маленькими шажочками, включив весь свет в квартиру до туалета. Вот нахрена это надо. Нет, ну там, когда прыгаешь с парашютом, тоже, «О, как здорово!» Когда ты на краю какого-нибудь моста стоишь. Ну, не моста. Ты прыгал? Или этого. Самолета? Нет. Да. Я вообще никогда в жизни не прыгаю. Все-таки, я думаю, там... Я тебе говорю, я вот так вот все... Ради восхищения прыгаю. Типа, себя живым почувствовать. Когда ты смотришь ужастики, ты себя чувствуешь полумертвым, потому что сейчас до тебя доберутся. Нет, ну, все равно в этом есть, что, типа, пополучить какую-то эмоцию, знаешь, которую в жизни получить ты, ну, не можешь в обычной жизни. Вот, типа, чтобы напугали. Мне кажется, нам, людям, интересна смерть. Очень. Потому что мы как бы... А, ну, может быть, да. Мы как бы знаем о ее неизбежности, но она как будто где-то очень далеко, но хочется вот туда заглянуть. А как вот там вот? А что будет? Такие варианты есть. И... Не знаю. Мне кажется, вообще вот ужастик это иррациональная какая-то фигня. Нет, ну, мне кажется, тут даже не с позиции, что, интересно, смерть. То есть ужастики, они же часто... Ну, там, в большинстве случаев про смерть что-то, конечно же. Но бывает там, что ужастики, не знаю, вот как визит, там нет смертей. Вот. Ну, он просто очень жуткий и ты смотришь вот ради именно вот этой эмоции. Потому что это эмоция, которую ты ни в каком другом месте не можешь получить. Это как ходить на страшные квесты, например. Знаешь, квесты есть, типа, квеструмы, а есть перформансы, которые страшные. Ни разу не было? Я был, я был в театре на страшном спектакле. Я могу сказать, что у них получилось иногда меня пугать, потому что у страха есть объективные, объективные законы. Да. Например, когда очень громкий звук. Да, да, да. Дезориентирующий. Да, есть абсолютный механизм. Темнота. Да. Если, а квесты, когда вот эти страшные, я там думаю только об одном. Сука, такой тупой актер. Ну, что ты... Да, понимаешь, да. Ну, типа, блин, я погружаюсь. Не перебарщивай, бро. Абсолютно. Да, я был в каком-то квесте. Один раз мы все пошли. Я помню, мы забились, там, естественно, антураж. А, он назывался, по-моему, Silent Hill, что-то такое. Мы пошли, там, антураж какой-то школы старой. И мы забились в угол в каком-то типа туалете школьном. Там тоже все типа говном измазано, кровью, что-то такое. И мы стоим все в углу, мне очень страшно. Если я фильмы ужасов вот так смотрю, ну, можете представить. Я просто вот так у кого-то вцепился и ходил с закрытыми глазами. Иногда посмотрел вот так. Какие там в жопу квест, загадки какие-то отгадывать. Нет, я там 3 плюс 6 не заложу, я просто хожу. Да, я помню. В какой-то момент было страшно, что там кафельный пол в этом туалете. И мы стоим, и вот так дверь там буквально 3 метра. И там, как мне кажется, прикольно сделал актер, что какая-то девушка или парень, девушка, по-моему, тоже какая-то монашка, она практически вот параллельно полу очень низко вот так из-за двери, из-за угла на нас выглянула. И у нее в руках был какой-то, ну, по-моему, это был прям серп. Вот такой вот. И она начала им по кафельному полу вот так водить. И от него полетели искры. Ну, прям в ноги летят искры. И она вот так вот воет и смотрит на нас вот так. Все, я увидел первое, как она появляется. Первое вот это делает. Я просто ать! А так. И все, стою так за 850 рублей в центре Москвы. Вот так стою. Класс! Ну, блин, но все равно получаешь эти эмоции. Потом вышли, блин, а круто, а вообще, а как она? Да я вообще не испугался. А я не испугался. А если бы она правда была, а чем ты делал? Я помню, когда я пошел на такой квест, я на двух был. Хоть ты сколько там, будь готов, но всегда работаешь. Когда в темноте идешь, и ты понимаешь, что где-то кто-то рядом, и он сейчас тебя заденет. Да. Блядь. Всегда страшно, конечно. Работает всегда. Ты думаешь, не, сейчас произойдет, вот это произошло. А у меня, кстати, Илюха Макаров, мой друг, он мне рассказал, что он был на одном квесте. Я всем рассказываю до сих пор, потому что я делюсь этой эмоцией, и я понимаю, что я никогда туда не пойду. Но это просто типа... Ну, короче. Они приехали на квест, и сам квест был какой-то, как он сказал, дерьмовый. Они сидели за столом, там ходил какой-то то ли маньяк, то ли кто-то. Он там их пугал какими-то вещами, типа, то ли кровь он там достал. Ну, короче, все было не очень прикольно. До одного момента они угадывали какие-то загадки, до момента, пока он не начал выводить их из комнаты по одному, и куда-то уводить. И Макар сидит, 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 а настрой уже как будто, ну, типа, говноквест. Ну, куда-то он уведет, да, сейчас, может, пристегнет, там, не знаю, что-нибудь еще. Вот. И доходит очередь до Макара, и как он рассказывал, что ему надели мешок на голову, по-моему. И, короче, он его куда-то ведет, 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 и он понимает, что он его куда-то довел, вот так он стоит, и в какой-то момент он срывает с него этот мешок с головы. Он стоит вот так вот очень близко, я не помню, он говорит ему какую-то фразу, ну, там из серии, вот и все. И он берет его вот так за плечи, вот так вот толкает, и Макар понимает, что он начинает падать, что сзади нет ничего. Он его вот так толкает, говорит, вот и все. Вот так толкает. И в этот момент просто яйца, они вот тут вот оказываются, а там, ну, типа, там даже полметра нет, там бассейн с поролоновыми шариками, со всякими этими штуками, и вот эта секунда, я понимаю, что вот это вот просто, у меня бы сердце тормознуло просто в этот момент. Прикинь? Да. Вот и все. Я бы, ну, первая была бы мысль, да как вы смеете? За мои деньги? Где у вас книга жалованная? Да, да, да. Я бы точно... А когда ты приземляешься, подумал бы, прикольно придумали. Да. Удивительно, как за секунду времени можешь в башке много раз после произойти. Я всегда, когда смотрю фильм ужасов, вижу какие-то смерти, там вот такие вот, или вот когда в этих квестах, я всегда думаю, что если бы такое случилось в жизни, вот они всегда в фильмах, там умирают, знаешь, ну просто там умирают какие-то герои. Я всегда думаю, что я бы точно умирал со звуком блять. Точно, в любой такой момент. Блять! Меня зарезали! Или блять! Я падаю куда? Точно была бы такая смерть, блять. Всегда со звуком блять я бы умирал. Реально. Это же, ну, от обиды, от досады. Ну, конечно. Блять! Очень досадное лицо, знаешь, не было бы такого ужаса. Я придумал фильм ужасов. Называется Блять! Там резня, и все перед смертью говорят, блять! Да, и обязательно должна быть сцена, где они сидят, разговаривают, их друг отошел в туалет, и потом не слышит оттуда, блять! И они все понимают. И все все понимают. Прикольно. Класс! Бро, сколько у тебя времени еще есть? Слушай, да, блин, ну, в 10 хотел быть дома. А, ну, тогда давай будем загуляться. Ну, давай, да. Для тебя Хэллоуин и народный праздник? Слушай, да, наверное, нет, я спокойно к этому отношусь. Праздник и праздник. Нет такого, что, блин, зачем вы празднуете срамота, скелеты, ба-ба-ба-ба-ба. Нет, я абсолютно спокойен. Прикольный праздник. Мне нравится, когда там, типа, костюмированные вечеринки, когда это, типа, клево делается. Прям вообще супер. Понятно, что у нас нет такой культуры, что, типа, в Штатах этот праздник прям, они там ходят, дети просят там. Мне кажется, уже не ходят. Может, уже и не ходят. Ну, не знаю. Нет, ну, мне кажется, что это намного более, конечно же, там он традиционный такой праздник. Что у нас все это больше заключается в тусовках. Как бы нам побухать сегодня, но как вампиры. У нас в основном... Пьем красное, но не кровь. Да, сегодня пьем настойку, потому что мы вампиры. Вот, но в целом прикольно. Да, мне тоже нравится вообще. Любой повод приодеться, к чему-то приготовиться, это классно. Да, да, прикольно. Я обожаю, куда-то готовиться. Это так классно. Это гораздо веселее, чем туда идти. Ты что-то покупаешь и так далее. Например, ходить, костюмы выбирать. Да. Не, нам просто с ними повезло. Ира опять молодец. Ира, просто спасибо тебе большое, что ты вообще все это организовала. Я у тебя оставил здесь зонтик. Да, и у меня тоже зонтики. И вот еще, что я хотел спросить. Ты помнишь момент, когда ты первый раз испугался очень сильно? Так. Именно от искусства. Я могу начать. Давай. В лагере мне рассказали историю про черный-черный гроб на колесиках. Что-то типа такого. Я помню, когда ты себе представляешь, это фантазия, это неизбежность какой-то, смерти какой-то, какой-то рокочек, какой-то фатальности. Мне было так страшно. И тут недавно мы сидим с нашими ребятами, я со своим сыном, Мариан, со своим. Это было где-то еще в начале лета. И мы начинаем рассказывать ужастики. И я вижу по их, значит, глазам, что они ни разу не слышали страшные истории вечером у огня. Да, да, да. И я увидел, как человек впервые в жизни пугается. И это было так интересно. Прикольно. Слушай, я уверен, что у меня было то же самое. Я уверен, что первый вот испуг именно, ну, от какого-то творчества, типа, то это стопудово были страшные истории в лагере. Это уже был в детском лагере. Вот. Но конкретно что-то, блин, я такое не вспомню. Я даже не помню, не вспомню первый какой-то фильм ужасов, который я посмотрел и подумал. Я помню, меня неприятно... Во, кстати, есть же еще отдельный жанр фильмов ужасов. Это вот типа пилы. Вот тебе нравятся такие ужасы? Не очень. Вот мне вообще не нравится. Ты смотришь на мучение людей. Да, и это, знаешь, страх, который пытаются себя вызвать. Вот у меня только отвращение это вызывает. Ну, типа, вот есть очень много людей, которым прям нравятся такие, такие фильмы ужасов. Знаешь, где пугают кишками, мозгами, там вот этим всем. Вот я вообще не фанат такого. Мне кажется, пила это не фильм ужасов, это триллер. Ну, может быть. Выберется, не выберется, что он придумает и так далее. Игра в кальмарах. Там нет такого, бля! Там нет такого. Там думаешь, ну, давай, давай. Вот так вот. Ищи ключ в шприцах, давай. Давай, давай, у тебя получится, не сдавайся, чувак. То есть, понимаешь, это в основном вызывает не страх, а типа, когда там, вот такую эмоцию. Блин, ну, а первое, история страшная история какая-то. Тогда я спрошу тебя вот так. Давай. Это последний вопрос, правда, обещаю. Чего ты боишься? Чего я боюсь? Я не про, чтобы близкие заболели. Нет, я не про это. Это естественно. А вот конкретно? Слушай, ну, наверное, как и любой человек, я боюсь темноты. Вот, но, когда дома выключен весь свет, конечно, я не боюсь. Я боюсь неизвестности в темноте. Вот этого я прям стопудово боюсь. Я не могу сказать, что я боюсь высоты. Я там боюсь. Понятно, что есть естественная реакция, если из-за угла ты меня напугаешь, конечно, я испугаюсь. Но вот меня особенно пугает, когда мы сейчас будем уходить, ты просто из-за угла. Вот так сделаешь мне? Нет, я сейчас расскажу тебе историю, когда меня люди хотели дважды по приколу напугать. Ну, сейчас расскажу. Да, я быстренько. Да, ну, вот, короче, вот эта неизвестность, когда вот в тех же самых квестах я был, вот, я головой абсолютно понимаю, что я заплатил свои деньги, я пришел, и ни со мной не случится ничего и никогда. Это просто невозможно. Ну, либо случится, я попаду во все новости, что меня реально в квесте грохнут. Вот, но со мной все будет окей. Ну, вот я буду стоять, передо мной будет дверной проем, там темнота, и я не знаю, что там, я никогда в жизни туда не зайду. Вот ни под каким предлогом. Первым я туда не зайду никогда. Это самое страшное вообще. Ира, что ты боишься? Чего? Не знаю. Я боюсь собак, ребят. Ты боишься собак? Собак? Больших собак? Ебать я боюсь. Серьезно? На меня в детстве, мне кажется, хотя может быть это не связано, налаяла собака большая неожиданная. Угу. Неожиданно. Радом бы она там, типа злая собака полавила. Я ее ожидал бы. Ну, да. Она была добрая, потом увидела меня, сука нахуй, блядь, что ты тут шляешься? Ну, только на собачьем. Да? Я, я так боюсь собак. Я помню, мы делали сюжет для Риотов ТВ с выставки собак. Мы там хихоньки-хахоньки. Сука, я, я думал, да когда же нахуй это кончик? Мне так, я так боюсь собак, вы себе не представляете. Просто, даже мелких. Да. А я сюда тогда приходила с собакой, ты, оказывается, тут боялся. Не, ну, такую-то я... Ну, она мелкая. Я ее задушу. Я с ней справлюсь. Нормально. Ну, короче, как тебя друзья пытались напугать? Значит, без имен, меня дважды, очень близкие люди, хотели напугать. Ну, чтобы я повеселился. Да? Первый раз на парковке. Ненавижу пранки. Я иду, Я ненавижу пранки просто. И, значит, вот стена, вот как вот здесь вот. Я как будто заворачиваю, вот туда, я же не знаю, что там. Меня делают так, все, бу! Счастливо так. Ха-ха! А второй раз, то же самое, только дома у меня. Тоже. Бу! Первый раз, значит, я не, первое, я не пугаюсь, я очень неприятно удивлен. Удивлен. Я иду с матами и проломил нахуй трубу. Она до сих пор там, по-моему, я там бывал, она, то есть, труба водопроводная. Я просто ее уебал. А второй раз, у меня даже это видно на фотографиях из дома, я продавил холодильник. Я его ударил. Мне обидно, зачем меня вгонять в стрессовую ситуацию? Мне обидно! Так, я не пугаюсь, а может быть, это так у меня страх выражается. Мне просто до глубины души непонятно, зачем нужно было меня тревожить. Поэтому, если вы хотите увидеть неадекватное поведение человека, напугайте меня. Напугайте меня. Пум! Я что-нибудь сломаю с матами. А ты сюрприз делали когда-нибудь, когда неожиданно приходишь домой, а там компания людей и день рождения у тебя, допустим? Нет, ни разу не делали. Тоже может напугать, мне кажется. Когда зайдешь в свой день рождения... Нет, мне так не делали тоже. Типа ты заходишь, и ты включаешь свет, там сюрприз, 20 человек, а ты всех пиздить пошла. В свою... Нихуя! Ты вспоминаешь, что у тебя там грязно везде все валяется. Да, они без спроса пришли. Я вспомнила, что я боюсь сойти с ума. Вот что, это всю жизнь меня преследует. Потому что я же не буду знать, а всем тяжело. Да. Так нет, ты так и не будешь знать. Ты в итоге не узнаешь, сошла ты сама или нет. Вот о чем мы речь. Ну и хорошо, тебе-то будет хорошо, тебе он спокойный. Да, это как этот, Остров проклятых. С Ди Каприо. С Ди Каприо. Да. Но он же в итоге оказался сумасшедшим. Там, я помню, мы очень долго спорили, что там в конце было на самом деле. Да, Остров проклятых. А, да. А он поехал туда как детектив? Он типа детектив, расследовал, расследовал, а в конце оказалось, что все это для него спектакль, потому что он с ума поехавший. Да. Сейчас был спойлер, кто не смотрел, сорян. А я в самом начале скажу, что у нас спойлеры, так что, да. Короче, чувак, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо тебе большое. Антон Шастун. Наверное, можно сказать, что я у тебя в гостях побываю, да, потому что мы уже сняли? Да, конечно. Когда это выйдет? Можно. Когда это выйдет? Наверное, это выйдет, ну, как минимум, через две недели выйдет. Я помню, да. Да. Могу? Да, конечно. 16 ноября, по-моему, говорили. 16 ноября мы познакомились с Антоном на съемках шоу «Контакты». Да. Я, естественно, не будет дурак, да, используя чувство вины. Пригласил Антона к нам. Но, да, я был у него первым. Все, счастливо, пока. Все, пока. Спасибо тебе большое. Было классно. С Хэллоуином. Всех пока, дорогие зрители. Си, Рожа, это я. Ты мне как-то.